Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынка от компании TICMIMO и с именем Артур Идиатулин. На столочередной звездный день рынка труда в США и Департамент Рой должен поведать нам о его форме, о его состоянии в своем ежемесячном отчете. Новое рабочее место, как ожидается, снизится с 201 тысячи в августе до 185 тысяч в сентябре, что соответствует среднему значению за 3 месяца в 185 тысяч. Однако в условиях низкой безработицы развитого фондового рынка на фискальном стимулировании данные, вероятно, продолжат настаивать на факте дефицита рабочей силы в экономике США, что, в принципе, ни о чем не говорит, если не растут зарплаты. Точнее, не то, что ни о чем не говорит, а рынкам это не особо интересно, если не прослеживается инфляционного давления из-за дефицита рабочей силы. Хорошим обоснованием ястребинного уклона Пауэлла может стать показатель роста зарплат на 2,9% в годовом выражении в сентябре или в месячном выражении на 0,3%. Это станет важным допущением в пересмотре перспектив роста доходности США, что, соответственно, вызовет распродажу в облигациях и укрепление доллара. Равновесные ожидания по ключевым деталям отчетов по безработице – это уровень безработицы в 3,9%, точнее, в 3,8%. В августе у нас составляет 3,9%. При этом, если показатель будет снижаться, то это как раз-таки будет двигаться в сторону цели ФРС. Я напомню, что прогноз ФРС по безработице составил 3,7% на конец года. Месячные изменения зарплат по прогнозу может составить на 0,3%, в сентябре, в августе показатель составлял на 0,4%. Годовой рост зарплат таким образом может составить 3,8%, после роста на 2,9% – это показатель для августа. Количество новых рабочих мест, как я уже сказал, может измениться на 185 тысяч, прирост в августе составил 201 тысячу. Количество рабочих мест, как ожидается, не изменится, останется на уровне 34,5% рабочих часа в неделю. Уровень счастья рабочих сели также не изменится, составит 62,7%. В общем, никаких сюрпризов рынок по отчету не ожидает. В принципе, все показатели находятся в соответствии с общим трендом укрепления рынка труда в США. Но, однако, есть скептические рассуждения. Одни строятся на влиянии урагана Флоренс, который обрушился на штаты Северной и Южной Каролины в сентябре. По некоторым оценкам, это стихийное бедствие могло потенциально лишить прирост за сентябрь рабочих мест на 33 тысячи. Однако следует учесть, что удар пришелся на конец недели, на конец опроса недели, когда большинство работников уже получили оплату. И, как следствие, отчет может занизить ущерб от урагана. Именно ущерб в контексте рынка труда. В число занятых включаются работники, которым выплатили хотя бы раз в месяц. Причем, если работник получил оплату до момента опроса, то он также включается в расчет и поэтому не считается безработным. Также ураган Флоренс смог привести к сокращению рабочей недели. Это важно учитывать. Даже компенсаторному росту оплаты труда, так как часть работников, часть рабочей, низкоквалифицированной рабочей силы, она осталась дома, чтобы переждать стихийное бедствие. Поэтому это могло также внести свой вклад в дефицит рабочей силы и поэтому отразиться на оплате труда. Темпы повышения оплаты труда сейчас остаются достаточно достаточными, чтобы поддерживать инфляцию около целевого уровня в 2%. Этот уровень у нас поставил ФРС для экономики. Так как дефицит рабочей силы постепенно начинает распространяться на работников низкоквалификации, цель годового прироста оплаты труда в 3% становится вполне реалистичной, учитывая, что сейчас этот показатель колеблется примерно на уровне 2,8%, 2,9%, снижение безработицы 0,1% до 3,8%, соответственно, двинет показатель ближе к целевому уровню ФРС 3,7%. В пользу сильного отчета сейчас также говорят и ряд других показателей заявки на пособие по безработице. Этот показатель у нас также косвенно отражает состояние рынка труда. Вот здесь можно видеть его динамику. Примерно весь сентябрь первоначальные заявки на пособие по безработице у нас оставались, у нас превосходили ожидания. Это говорит о том, что все больше работников отказываются от пособий и переходят в разряд в категорию занятых. Стимул выходить на рынок труда, а не обращаться за пособиями, сейчас проистекает из-за ускорения, естественно, оплаты труда, который, наконец, затрагивает и сектор работников низкой квалификации. Первоначальные заявки по безработице снизились до сезона скорректированных 2,207 тысяч на неделю оканчивающихся 29 сентября. Вот даже у нас вышел показатель за октябрь, на неделю оканчивающийся 4 октября. Как видите, показатель опять же у нас превзошел ожидания. Естественно, в контексте влияния стихийного бедствия, если у нас рассматривать изменение динамики показателя именно после стихийного бедствия, то видно, что вот здесь произошел некоторый рост числа зайков безработицы, но затем опять показатель восстановился и снова перешел в снижение. То есть можно говорить, что постепенно эффект стихийного бедствия на рынок труда, именно на количество безработных, он насходит на нет. Что касается других показателей, компоненты занятости индексов активности в производственном секторе и сфере услуг, они также у нас произошли ожидания, что вероятно найдет отражение в сегодняшнем отчете. Вот здесь можно видеть также индекс в сфере услуг, индекс активности в сфере услуг, он у нас вышел также за сентябрь, вышел в среду. Видно, что вот в сентябре показатель у нас резко вырос, резко превзошел ожидания, составил 61,6 пунктов, хотя прогноз был 58 пунктов. Если посмотреть под индекс данного показателя по занятости, то также можно видеть, что в сфере услуг этот показатель сообщает, что произошел резкий рост занятости также в сентябре. Улучшение данных показателей по индекс активности в сфере услуг и индекс активности в производственной сфере у нас произошел в основном из-за того, что ритейл начал поднимать цены из-за действия тарифов. Что касается производства индекса, то здесь у нас произошел резкий рост спроса после августовского замедления на гражданский и военный самолет. Таким образом, годовой прирост данного показателя составил 8,6%. Подводя итоги, глава ФРС Пауэлл своими неожиданными замечаниями на этой неделе заложил основу для роста доллара, поэтому даже если цифры в отчете по безработице сегодня разочаруют, то вероятный рынок спишет это на стихийные действия и продолжить все-таки концентрироваться на прогнозах ФРС в случае, вот если у нас рост оплата составит 0,3%, 0,4%. То есть в пределах ожидания рынка, то следует, наверное, ожидать укрепления доллара вплоть до закрытия этой торговой недели. На сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Пишите ваши вопросы, оставляйте комментарии. Увидимся с вами в понедельник. Субтитры сделал DimaTorzok